СТОПРОЦЕНТНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЛЁГКИХ, ВЫЗВАНОЕ КОРОНАВИРУСАМ. ПОПРАВИТСЯ ПОСЛЕ ТАКОГО ДИАГНОЗА КАЖЕТСЯ НЕВОЗМОЖНЫМ. Но врачи поистине сотворили чудо. Елена Наумова поступила в инфекционное отделение Одинцовской областной больницы в критическом состоянии. Самостоятельно дышать удавалось с трудом. Полтора месяца врачи боролись за ее жизнь. Я здесь находилась на излечении полтора месяца, месяц в условиях реанимации, и меня ни на минуту не оставляли без внимания. Естественно, вот этот богатый, практически накопленный опыт позволял врачам выстроить верное лечение, и меня потихонечку, поэтапно, из дня в день вытягивали из состояния, которое могло бы закончиться для меня печально. Поэтому, конечно, я выражаю огромную благодарность и силами Ильиничной, и Анастасии Львовне за фактически спасенную жизнь. Подключение к аппарату ИВЛ удалось избежать. Месяц под наблюдением специалистов 24 часа в сутки. Люди в белых халатах стали больше, чем родными, говорит пациентка. Ну, я долгое время была вот в состоянии лежачего больного. И буквально последние вот две недели я уже смогла и передвигаться, и ходить, ну, как бы чувствую себя значительно лучше. У меня нет отдышки. Да, проблема заключается в том, что я еще пока не могу долгое время находиться без кислорода. Это вопрос вот результата реабилитационных процедур. Несколько шагов до кареты скорой помощи даются без кислородного баллона непросто. Елена Наумова отправляется в реабилитационный центр для окончательного выздоровления. Теперь главное – избежать осложнений и поскорее вернуться к нормальной жизни, к родным и близким, которые так ждут ее дома. Именно тяга к жизни, те какие-то, наверное, обязательства перед родственниками, перед детьми, наверное, помогли ему дружить. Когда человек входит в депрессию, помочь, что бы мы ни старались, что бы мы ни делали. Когда человек уже заговорил о смерти, что он умрет, то нам очень сложно помочь таким пациентам. Они как бы себя программируют. В Одинцовской больнице уже четыре пациента с таким диагнозом пошли на поправку. Двое из них отправлены на реабилитацию. Остальные заканчивают лечение и ждут выписки. Их выздоровление можно считать чудом, говорят врачи. Все больные были без прививки. А в таком случае чудеса случаются крайне редко. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.